Сегодня тренировка без боевых патронов, но скоро эти люди будут сражаться против российской армии на юге и востоке. Они служат в украинской армии, но все они из Беларуси. Алексей поступил на армейскую службу 8 лет назад, после протестов на Майдане, когда начался вооруженный конфликт в Донбассе. Украина – это одна из таких стран последних свободных, которые остались после Советского Союза. Если бы Украина свою свободу потеряла, ну, в период Майдана, если бы его не случилось, если бы его подавили, то уже бы никакого светлого будущего для этих регионов не было ни для Украины, ни для Беларуси. Сейчас в Украине воюет несколько сотен белорусских бойцов. Достаточно, чтобы сформировать полк. Многие из них покинули свои дома в 2020 году, когда в стране начались беспрецедентные репрессии против протестов. Этот боец принимал участие в протестах. Мы различивали на то, что мы сможем мирно его скинуть. Но, на жаль, наши думки не справились и режим Лукашенко догадывает ультревая. Ну и моя основная задача – это сделать все махчимое, чтобы режим Лукашенко, как махахучей, был снижен. Белорусский режим настолько тесно связан с Россией, считают здесь, что поражение Путина будет означать поражение и для Лукашенко. Для этих бойцов война в Украине – это вопрос будущего их страны. Путь домой им закрыт, пока ситуация не изменится. Алексей был ранен на второй неделе войны. Он был на разведке в Буче. Рядом разорвался снаряд. Сейчас он тренирует новобранцев и ждет, когда ему сделают более совершенный протез. Это позволит ему снова служить ближе к фронту. У меня таких мыслей не было, что кто-то жертву принес и на этом закончил. Люди каждый день жертвуют на фронте. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь, это война. Он говорит, что для него уволиться и покинуть службу сейчас – абсолютно не вариант. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова